Добрый день! Сегодня мы поговорим о глаголах типа МОРИД. Это глаголы Пиньяна или группы. Пиньяна это группа ИФИЛЬ, у которых первая буква корня ЮД. Но в глаголах этого типа первая буква корня ЮД преобразовалась в букву ВАВ. И мы будем говорить о глаголах настоящего времени, о глаголах этого типа настоящего времени. Материал предназначен для изучающих иврит на начальном и среднем уровнях. Я рекомендую ознакомиться с материалом номер 97, чтобы вам было легче понять о чем я сейчас буду говорить. Для удобства мы сравним глаголы этого типа с глаголами ПААЛЬ. Я напомню вам, что в глаголах ПААЛЬ в основной схеме в настоящем времени у нас появляется буква ВАВ. И это признак настоящего времени. Три буквы корня и вставка между первой и второй буквой буква ВАВ. Например, мы берем глагол ЙОРЭД. ЙОРЭД это снижается, опускается, сходит, идет вниз. ЙОРЭД. Здесь корень ЮД, РЭШ и ДАЛЕТ. Если мы переносим этот корень в группу ЭФИЛЬ, то у нас ЮД преобразовывается в ВАВ. Я вам напоминаю, что в группе ЭФИЛЬ в настоящем времени у нас появляется приставка МЭМ. И в основной массе глаголов, как правило, у нас есть между второй и третьей буквой корня буква ЮД. И мы прочитаем это слово МОРИД. МОРИД. Глаголы ЭФИЛЬ очень часто бывают, как я их называю, глаголами побудительного действия. То есть, по смыслу. Делается что-то так, чтобы получился тот же смысл, который в ПААЛЕ. Если в ПААЛЕ, мы сказали ЮРЕД, это опускается, то в ЭФИЛе МОРИД это будет опускает, снижает. Делает так, чтобы кто-то или что-то спустился, снизилось. Примерно так мы переведем по смыслу. МОРИД. И мы обратим внимание, что буква ВАВ здесь, которая буква корня, она звучит как О. МОРИД. Приведу пример. АНИ МОРИД КОВА. В форме женского рода мы прибавим окончание букву ГЭЙ. И прочитаем в форме женского рода МОРИДА. МОРИДА снимает. Например, мы скажем, ГИ МОРИДА ТЕЛЕФОН МИ ШУЛЬХАН. Она снимает телефон или убирает, тоже может быть по смыслу, телефон со стола. МОРИДА. Во множественном числе мы прибавим стандартное окончание ИМ. Или если мы хотим подчеркнуть, что речь идет только о женщинах, о девочках, или речь идет о предметах женского рода, то мы прибавим окончание ОТ. Например, давайте скажем, ГЭМ МОРИДИМ МЕКАРЭР МИКОМА ГИМЕЛЬ ЛЕКОМА АЛЕФ. У нас получилось. То есть, они опускают, сносят по смыслу, тоже может быть, МЕКАРЭР, холодильник, МИКОМА ГИМЕЛЬ, с этажа, ГИМЕЛЬ это третья буква получилась, КОМА ГИМЕЛЬ третий этаж, с третьего этажа, ЛЕКОМА АЛЕФ, АЛЕФ первая буква, КОМА АЛЕФ первый этаж, на первый этаж. Ещё раз я повторю, ГЭМ МОРИДИМ МЕКАРЭР МИКОМА ГИМЕЛЬ ЛЕКОМА АЛЕФ. Теперь все остальные глаголы этого типа, мы будем сравнивать с глаголом МОРИД. Мы запомнили у нас МОРИД, МОРИДА, МОРИДИМ. ОКОНЧАНИЕ ОТ, я к глаголам во время занятий не прибавляю, так как на практике мы его используем редко. Следующее слово я возьму, следующий глагол, ЙОШЕВ. ЙОШЕВ это СИДИТ. ЙОШЕВ, если мы перенесем этот корень в группу ЕФИЛЬ, то мы получим слово МОШЕВ, где буква ВАВ это преобразованная буква ЮТ корня. МОШЕВ. ЙОШЕВ СИДИТ. МОШЕВ. Мы сказали это условно глагол побудительного действия. ДЕЛАЮ ТАК, ЧТОБЫ КТО-ТО СИДЕЛ. То есть, УСАЖИВАЮ. МОШЕВ усаживает. УСАЖИВАЮ, УСАЖИВАЕШ. Например, АНИ МОШЕВ ЕЛЕТ ЛЕ ШУЛЬХАН. У нас получилось, Я УСАЖИВАЮ МАЛЬЧИКА К СТОЛУ. АНИ МОШЕВ ЕЛЕТ ЛЕ ШУЛЬХАН. Я УСАЖИВАЮ МАЛЬЧИКА К СТОЛУ. В форме женского рода будет МОШЕВА. И МОШЕВА, Давайте скажем, Она УСАЖИВАЕТ НАС К СТОЛУ. И МОШЕВА УТАНУ ЛЕ ШУЛЬХАН. Она УСАЖИВАЕТ НАС К СТОЛУ. Теперь я прибавлю окончание ИМ. У меня получится слово МОШЕВИМ. МОШЕВИМ УСАЖИВАЮТ. Следующий глагол, который я возьму. ЙОЦЕ. ЙОЦЕ выходит, выезжает, вылетает. НЕ ВАЖНО КАКИМ СПОСОБОМ. НАРУЖУ ЧТО-ТО. ЙОЦЕ. Если я перенесу этот корень в группу ЭФИЛЬ, я получу слово МОЦИ. МОЦИ по смыслу делает так, чтобы кто-то или что-то вышло, вылетело, выбралось. НЕ ВАЖНО КАКИМ СПОСОБОМ. Мы по смыслу можем перевести МОЦИ как ВЫТАСКИВАЕТ, ВЫНИМАЕТ, ВЫПУСКАЕТ. ВСЕ ЧТО УГОДНО ПОДОЙДЁТ. НЕ ВАЖНО КАКИМ СПОСОБОМ, чтобы что-то откуда-то вышло, выползло, вылетело. МОЦИ. Например, ГУ МОЦИ ХАЛАВ МИ МЕКАРЭР. Он вынимает молоко из холодильника. Я повторю. ГУ МОЦИ ХАЛАВ МИ МЕКАРЭР. Теперь я добавлю окончание ГЕЙ, А, чтобы получить форму женского рода. И мы скажем МОЦИЯ. МОЦИЯ – это вынимает, вытаскивает то же самое, только речь идёт о женщине. Например, ГИ МОЦИЯ ОРНАК МИ ТИК. ОНА ВЫТАСКИВАЕТ КОШЕЛЁК, ОРНАК – это кошелёк, МИ ТИК, из сумки. МОЦИЯ вынимает, вытаскивает, высовывает, всё подходит. Во множественном числе мы прибавим окончание ИМ, получится МОЦИИМ, МОЦИИМ. Следующее слово, которое мы возьмём, ЙОДИЯ, ЙОДИЯ – это ЗНАЕТ. Если мы перенесём этот корень в группу ИСИИЛЬ, мы получим слово МОДИЯ, МОДИЯ. И МОДИЯ делает так, чтобы кто-то знал, сообщает. МОДИЯ. Например, АНИ МОДИЯ ЛАХЭМ ШЕМАХАР АНАХНУЛО УВДИМ. АНИ МОДИЯ – я сообщаю ЛАХЭМ ВАМ. АНИ МОДИЯ ЛАХЭМ ШЕМАХАР АНАХНУЛО УВДИМ. Что завтра мы не работаем. Завтра суббота. АНИ МОДИЯ – я сообщаю. Если женщина скажет Я сообщаю, она скажет АНИ МОДИЯ. Мы прибавим окончание ГЭЙ. АНИ МОДИЯ. И во множественном числе будет, например, ГЭММ МОДИИМ. Они сообщают. Обратите внимание на разницу в звучании слов МОДИИ. Мы слышим в конце ИИ. И здесь у нас буква АЛЕФ. Буква корня последняя. Сравните с МОДИЯ. Мы слышим безударное А в конце. И это говорит нам о том, что последняя буква корня АН. МОДИЯ. Я надеюсь, это было не сложно и понятно. Подписывайтесь на мой канал. Учите иврит вместе со мной. С вами был Марк Харах. Спасибо за внимание. Лейтраут. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok